Уже несколько недель гремит скандал с изменой Тарзана Королёвой. Об этом пишут все СМИ. Малахов, конечно же, выпустил программу, посвящённую этому великому событию. Он просто не мог обойти такое выдающееся событие. Собчак также решила подробно осветить эту тему и пролить свет на эту самую талантливую пару российской эстрады, несущую культурный свет в массы. Она выпустила программу, состоящую аж из двух частей. Но были и несостыковки. Подруга Королёвой, живущая в Америке, рассказала, что Королёва и Тарзан живут в свободных отношениях, как и положено стриптизёру и певице. Ни о какой верности в семье речи даже не идёт. С работой Тарзана это просто невозможно. Только наивные люди думают, что работа Тарзана заканчивается на приватном танце. Ко всему этому она припомнила отношения Малаховой и Королёвой, о которых Тарзан прекрасно знал. Алла Пугачёва также в телефонном разговоре подтвердила, что скандалы раздуты. Она помнит Королёву, когда та была ещё в браке с Николаевым. Уже на тот момент на ней клейма негде было ставить. Что, кстати, и подтверждает факт. Королёва ушла к Глушко по причине беременности. Ксения Собчак пыталась для поднятия интереса к своей программе втянуть скандал Игоря Николаева. Но тот своим равнодушием показал, что ему плевать на Королёву вместе с её Тарзаном. У него уже другая жизнь. Он и его нынешняя жена Юлия Проскурякова принимают поздравления. Звёздные супруги 8 октября отмечают важную дату – день рождения дочки Вероники. Появление ребёнка на свет артисты называют чудом и признаются, что теперь вся их жизнь сосредоточена вокруг наследницы. Юлия Проскурякова и Игорь Николаев вместе 10 лет. В сентябре супруги отмечали юбилей совместной жизни. И вот в октябре ещё одна важная дата в жизни артистов – рождение дочки.